Это вот странное место, это, наверное, вы его не узнаете, но я-то отлично знаю, что это такое было. Это был тот самый клуб, из которого я взял катушки, увы, только маленькую часть. Именно вот здесь эти катушки сейчас находятся. Да, это сложно понимать, но вот здесь вот где-то находятся катушки, которые мы так, увы, полностью забрать отсюда не успели. Хотя я еще не уверен до конца, что они находятся именно здесь, но они где-то здесь, по-любому, лежат под этими завалами. Это у нас крыша и стены. Ну, подрок, все. Да, конечно, отсюда я самостоятельно ничего уже выжить все не смогу, но у меня есть некая идея. Когда все это будут увозить на свалку, ну, я не знаю, куда там дерево увозят, можно будет попросить у рабочих, когда обнажится пласт с этими бобинами, ибо они где-то тут завалены. Можно будет попросить, чтобы они отобрали немного коробок, и потом я за ними пледу. Хотя я еще не знаю, как я буду это реализовывать. Не знаю, как это у меня получится, и получится ли вообще. Может быть, это полностью бредовая идея, но, тем не менее, я хочу попробовать такой трюк повернуть. Я уже пробовал заходить вот в эту вот еще уцелевшую часть. Она частично каменная, поэтому и не обвалилась, скорее всего. И у меня там ничего интересного нет. Хотя, 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 может быть, сейчас я попробую еще раз туда залезть. Залезал только вот в эту вот первую часть. Вот в эту вот часть с двумя окнами я пока еще не ходил. Мне так повезет, что там и находится тот самый коридор с катушками. Хотя, кстати, может быть. Поэтому давайте мы попробуем как-нибудь пропаковать вот тут. Не знаю, получится ли, получится ли. Ну, вот что осталось от того дома. Это единственная комната. Вам ее сейчас, наверное, почти не видно, потому что тут полностью темно. И почему-то вспышка хочет работать. Вот стол какой-то, если не ошибаюсь. Та вот тоже что-то виднеется. И, увы, вам не видно здешнего пророка, но он ужасен. Вот в этой части, куда я сейчас свечу, просто он полностью просел почти и готов в любой момент обвалиться. Я точно еще не могу определить место, где был тот самый коридор, но возможно... Нет, нет, скорее всего, все-таки не совсем так. Скорее всего, этот коридор был вот тут. Хотя я тоже могу, опять же, ошибиться. Но, тем не менее, катушек тут нет, и сюда мне лезть незачем. Да, у меня на памяти остались всего 4 целых катушки из этого дома. Я их потом обязательно вам покажу. Хотя принесли его куда больше, их было штук 40. Но потом часть я отсеял, часть сломались, часть я позже выкинул, ну, потому что они тоже были в очень плохом состоянии. И вот у меня остались всего 4 катушки из этого дома. Потом я вам им обязательно покажу. Тем более на неделе, вот, новогодней мне купят комету 212М. И вот на ней мы эти катушки и проверим. Единственная память об этом доме, вот у меня остались эти катушки. С собой у меня их, естественно, нет. Но вы просто не представляете, какое у меня разочарование. Я пришел с сумкой, с пакетом, чтобы собрать все оставшиеся бины. И я ведь предсказывал то, что, скорее всего, это надо сделать куда быстрее, потому что дом скоро обвалится. И, увы, так и произошло. И я даже не успел это сделать, как пришел вот на такие вот развалины. Да, ничего уже интересного тут для меня нет. Но было для меня уроком то, что мне нужно сделать это быстрее. Я теперь не знаю, где мне брать катушки, потому что подобных мест я больше не знаю. Если вы из Костромы или вообще имеете предположение, куда вообще можно сходить, чтобы найти катушки, либо какую-то целую технику в городе, именно я повторюсь, не в глухой деревне, а в городе, то пишите свои предположения. Скорее всего, причастность к развалу этого дома составила его первая крыша, которой как таковой не было. Она полностью протекла. И вот этот вот материал, из которого строился дом, это деревянные, ну не щепки, вроде бы так украинские хаты строили, клали сеточку из таких деревянных этих и заливали бетоном или не знаю, что это. Но из-за того, что крыша текла, все это полностью промокло водой. И сейчас, когда это заморозилось, это очень легко отколыпывается, потому что вода выталкивает сам материал и получается вот что-то такое. Это единственное, что осталось от этого дома. Вот эта комната, и там со мной есть еще одна. Но мне кажется, они тоже скоро обрушатся, и от этого дома останутся только подобные развалины. Но, наверное, с вами я буду прощаться, мне об этом доме сказать больше нечего. С вами был канал Электролайт. Всем удачи и всем пока. Торопитесь, пока есть время, ведь завтра может и не наступить. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok